СИТИ СКАЙЛАЙНЕ Скоро решится самостоятельно, если что мы ей попробуем как-то помочь, если уж возникнут сложности. Ну а у нас по плану это расширение по количеству территорий, для этого нам необходимо перейти на следующий этап. Ну и соответственно строительство той самой фермы, о которой мы говорили в прошлый раз. Поехали. Я на самом деле не знаю, что они здесь столпились, вроде все хорошо и вроде должны ехать, светофоров быть не должно, все у них отлично. И вроде потихонечку разъезжаются, но будем наблюдать и мониторить эту ситуацию, если что предпримем какие-то действия. Какие-то действия нужно предпринимать вот здесь, потому что ситуация такая себе, но в большей степени здесь грузовики мусорные катаются и создают мини-пробочки. Кстати, по поводу мусора, нам нужно провести кое-какую работу. Значит я хочу сделать следующее. Я хочу избавиться вот от этой свалки, как минимум сейчас, потому что она всего лишь 1%, мы ее освобождаем. И нам нужно добавить еще немножечко центров переработки отходами, потому что именно ими я планирую пользоваться в дальнейшем и больше ничем. Никаких свалок я видеть в своем городе не хочу, потому что я так решил. Соответственно мы пока что каким-то нелепым, кривым образом просто рисуем дополнительные дороги именно вот здесь, чтобы у нас появились дополнительные центры по переработке и тем самым будем разгружать свалки. Давайте раз, давайте два и давайте три. Да, понятно, что потратим денег, понятно, что потратим бюджета. И мы сейчас разгружаем с вами две вот этих свалочки, что замечательно. Эту пока оставляем, мы просто ее выключаем, она больше у нас не работает, мы ее заполнять не будем. Хотя вроде она заполнена почти на максимум, тем не менее не будем добивать эти 6%, потому что очистка идет очень долго. Что касается вот этой части нашего города, это стопудово будет переделано. Здесь вообще без вариантов, но конечно же не сейчас и возможно не в ближайшее время, потому что это достаточно трудозатратная история. Наверное про деньги можно не париться, но все же сегодня нам нужно переделать шоссе. Давайте вообще обсудим план. Мы соответственно с вами выкупаем эту территорию, делаем здесь развязку, о которой уже ранее говорили, и начинаем выводить всю промышленность фермерскую в этом направлении. Потому что здесь просто огромные для этого возможности и такие возможности упускать ни в коем случае нельзя. У меня вообще такая идея появилась, а что если я в дальнейшем выведу железную дорогу, возможно проведу ее где-то здесь через новый район, потому что этот район обновится. И здесь сделаю товарный вот этот вот для поездов домик, который поможет нам продавать лишние товары с фермы. Потому что явно лишние товары могут появиться, потому что я фермерское хозяйство хочу сделать достаточно большим. Ну короче, планов очень много. Я не знаю как это осуществить, но мне очень нравится вот эта вот цифра здесь. И мне нравится, что денежка постоянно идет. Я кстати вижу, что вот тут свалочка уже освободилась, поэтому мы ее выпиливаем, что конечно же хорошо. И перед тем, как мы начнем что-то делать сегодня, я также сделаю следующее. Я разгружу вот это кладбище, потому что кладбище нельзя перенести, пока в нем есть еще захоронение. Соответственно, мы их потихонечку отсюда вывозим. Давайте посмотрим, наверное, что-то уже начало происходить. 508. Ну-ка. 498. Короче, кладбище достаточно быстро освобождается, поэтому это не проблема. Я вижу, что есть какая-то преступность. Это нехорошо. Что нам нужно сейчас сделать? Нам нужно, во-первых, нарисовать вот здесь вот несколько кварталов, потому что нам нужны люди, чтобы перейти на этап, а у нас потребность сейчас минимальная. Но тем не менее, я все-таки позволю себе здесь еще немножко квартальчиков зарисовать. И посмотрим на потребности, потому что потребности помогают увеличить уровень каждого дома и, соответственно, увеличить число жителей. Действительно, полиция есть только тут. Давайте им организуем еще один полицейский участок в этой части города. И, может быть, даже в этой. Давайте вот сюда его сразу приделаем, потому что они точно будут счастливы. Если мы обратимся к пожарным, то здесь одна пожарка по центру. Не очень хорошо, но я не вижу смысла городить сейчас много пожарных станций. А вот что касается больницы, точнее, в данном случае поликлиники, то поликлиника, скорее всего, понадобится. И у меня вообще ее здесь нету, что на самом деле удивительно. Я как-то этот момент упустил. Куда ее только приделать? Наверное, я бы приделал бы ее вот сюда. И я бы еще одну бахнул где-нибудь вот здесь. Да, я выпилю немножечко домиков, ничего страшного. Сейчас построятся новые. Будем удалять все лишнее, потому что это действительно так. Нам это не надо. Сейчас попробуем сделать какие-то развязки. Я уже чувствую, что вот-вот на носу новый этап. И нам надо уже стартовать. Здесь много работы на сегодня именно по дорогам, потому что дороги дело такое, на самом деле, очень коварное. Надо сделать все адекватно. То есть у нас, получается, будет здесь какой-то проезд. Я вообще не понял, а что столько автомобилей-то у меня появилось? Вроде все было нормально. В какой-то момент все стало ненормально. Дайте-ка я на светофоры на всякий случай посмотрю. Ну, вроде не должно их быть, да. Вроде все хорошо. Просто здесь какая-то дичайшая пробка. Автомобили резко поехали. Ну, ладно, я вас понял. Давайте, разъезжайтесь. Ну, здесь еще квартальчики добавились, поэтому, может быть, с этим тоже связано. Я не знаю, если честно. Но думаю, что все-таки чуть-чуть рассосется. Понятно, что вот эту историю нужно будет менять. Это не совсем эффективно работает. Возможно, вот это вывести куда-то вот сюда, не на перекресток, чтобы они просто в разные стороны уезжали. Тоже хороший вариант. Здесь нет какого-то трафика дикого, и можно это все дело как-то увести. Могу ли я здесь что-то сделать, чтобы было лучше? Но здесь направо, здесь направо. Странно, что они не пользуются вот этой линией. Едут только туда. Ну, вот это, на самом деле, косяк какой-то игры. Видите, вот сейчас часть сюда поехала. Ну, вот вам, ребята, вам бы вот сюда встать и ехать, да? Но вы начинаете здесь ступить. Я не понимаю. Немного покрутим времени. Подождем того момента, когда у нас разблокируется новый этап, потому что это прям вот-вот должно произойти. Давайте, ребята, сколько вас там осталось? Три человека никак не могут заехать. Но я думаю, что да, действительно, сейчас это все меняется. И глянем, что вообще разблокировалось. Территория кампусов, налоговая политика, куча всего интересного, спортивные арены, дирижабли, междугородние автобусы, технологии. Вообще, что он дает? Требуется на 50% меньше сотрудников, потребление электричества увеличено на 30%, поступление налогов на 30%. Ну, как бы, деньги меня сейчас не очень интересуют, но такой центр информационных технологий, конечно же, штука прикольная. Куча разнообразных новых политик, и плотная застройка появилась, что тоже, на самом деле, хорошо. Украшение дорожка к профучилищу. Короче, вот сами смотрите, я не буду это все перечислять. Дохренища всего, но самое главное, это новый участок земли. Давайте его прикупим. Он будет у нас здесь, как и договаривались. И нам нужно сейчас первым делом перестраивать вот эту вот развязочку. Кстати, здесь можно райончик, наверное, уже побрить, потому что он нам больше не нужен, пускай он исчезает. Сейчас важно сделать здесь адекватно, потому что меня это немножечко беспокоит, но в целом у меня есть кое-какой план, как мы поступим. На паузе начинаем все к чертовой матери сносить. Тут вариантов немного. Надо вот это все удалить, наверное, вот досюда здесь. С этой стороны, может быть, докуда-то досюда, если что лишнее проведем, денежка есть. Вот это тоже можно пока что временно убрать. Но на самом деле даже не временно. Мне все вот это вот шоссе, всю вот эту дорогу одностороннюю надо менять, ибо она будет уже неэффективна с тем, что мы сейчас с вами построим. Берем клевер и присобачиваем его куда-то вот сюда. Надеюсь, что у нас примерно ровно получится. Я очень постараюсь, но плюс-минус, само собой. Сами понимаете, как это работает. Чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, и вот тебе уже, пожалуйста, какой-то косяк. Бахаем клевер. Мы его тоже сможем улучшить в дальнейшем, но пока что такой необходимости нет. Соответственно, далее шоссе, и просто подводим те самые дороги. Немножечко кривовато, к сожалению, получилось, но уж не обессудьте, которые будут везти наши машинки из пригорода. Здесь разобрались. Ну а дальше у нас план следующий. Нам нужно снести к чертовой матери все вот это, и здесь провести тоже шоссе. Но здесь нам нужно сделать два моста теперь. Первый мост будет, само собой, над железной дорогой, раз уж мы договорились ее оставлять. Второй мост у нас появится вот в этом месте, и под собой будет вести, наверное, широкую дорогу, от которой пока что мы будем плясать в этом районе. Но это, наверное, такое временное решение, потом, может быть, что-то предпримем. Не знаю, надо ли мне здесь делать шумозащитные экранчики. Короче, вот где-то здесь тормознем, здесь проведем сразу вот так, и тут попробуем подняться. Подниматься мы будем, давайте возьмем, ну вот так вот, две трети, здесь поднимемся, поставим, проведем целую клетку, и здесь на две трети тоже опустимся. Ну, чтобы мост просто смотрелся более-менее ровно, да, вот как-то так. Ну, относительно мост, это просто переправа, можно сказать. Ну, а тут нам уже игра поможет, она нам зацепит за нужные места, и мы сможем не промазать, и сделать адекватно, чтобы это смотрелось. Вроде адекватно, но относительно. Все, конечно же, мне нравится, по крайней мере. Ну, а дальше все, мы делаем точно такое же, как и было, только уже с дорогой пошире. Надеюсь, что там мы кругу подцепимся хорошо, я очень тоже за это переживаю, чтобы там какой-то кривизны не было. Давайте мы доведем вот досюда, здесь вот досюда, и вот отсюда уже можно спокойно мостик присобачить. Ну, давай, расскажи нам, подводишься ли ты здесь нормально? Здесь все хорошо, здесь, ну-ка, ну, здесь так себе, да? Ну, вот как-то так придется подключиться, к сожалению, моему великому. Можно тоже это все дело чуть-чуть подвинуть, ничего страшного, чисто для красоты. Я думаю, что никто не расстроится. Блин, а вот здесь мне не нравится так двигать. Ну, ладно, ничего страшного. Пускай будет, главное, чтобы работало. Поворачиваем в другую сторону. Ну-ка, почему не поворачиваем? Вроде должны. Не понял я, в чем прикол. Ну-ка, еще разочек. Вот, развернули, все нормально. Все хорошо, здесь мы поехали. Все вроде отлично. Как-то здесь могу ли я поработать с чем-то, чтобы мне это помогло? Я думаю, что я пока не буду экспериментировать, оставляю все как есть. И здесь нам нужно теперь провести, соответственно, еще одну дорожку, для того, чтобы этот район мог работать вообще, а то к нему подъезда сейчас нету. Надо не забыть электричество организовать. Скорее всего, вот это вот я выпилю отсюда, причем прямо сейчас. Здесь, наверное, вот эту вот зону я сотру, чтобы они ничего не строили. Мы возьмем с вами самую широкую дорогу, скорее всего, с деревьями, и попробуем здесь что-нибудь по центру нарисовать. Вроде дорога проводится. Блин, она бы как-то зацепилась бы еще, было бы вообще охренительно. Я просто не понимаю, ровно-не ровно. Но, тем не менее, тем не менее, я могу сделать следующим образом. Я могу взять вот эту и от нее станцевать, да? То есть я возьму вот так, сюда ее просто временно проведу. Это просто как ориентир, чтобы у меня здесь подцеплялась вот эта вот направляющая, да? То есть вот она подцепилась, и вот я эту дорогу построил, соответственно. Наверное, нам нужна она какая-то вот такая. Здесь пофиг, можно вот так сделать, я не буду ничего придумывать. Тут мы, соответственно, пока что проводим просто подальше для того, чтобы у нас была возможность разгуляться. Эта дорога нас больше не интересует. Она была временная. Денежку нам верните. И мы должны сделать съезды с шоссе. Делается все достаточно просто. В моем случае, я, по крайней мере, планирую именно так. Я делаю раз. Я здесь делаю два, да? Только она что-то легла как-то криво. Сейчас я это поправлю. Дальше нам надо подсоединиться вот сюда. Здесь мы возьмем вот за эту вот часть и подсоединимся вот сюда. Вроде более-менее даже ровно. Ну, понятно, что я разверну в нужную сторону дороги. Это сейчас не такая большая проблема. Ну и подсоединяемся, чтобы со всех сторон можно было подъехать, да? Так и вот так. Все. Здесь решено, что у нас будет. Понятно, что нету вот таких вот пока что здесь дорог. Но я не парюсь. Шумно и мы шумно. Ничего страшного. Это потом все равно будет переделано. Сейчас это решение для того, чтобы район работал. Ну и чтобы это выглядело адекватно. Потому что можем себе позволить. Здесь разворачиваем. И с этой стороны нужно то же самое провернуть. Примерно как-то так это в моей голове и выглядело. Ну, в целом, можно, наверное, проверять. Было бы, если бы я достроил вот эту вот часть, а я дострою ее вместе с вами. Здесь все достаточно просто. Мы поедем вперед. Наверное, я выберу какое-то вот такое вот место, на котором у нас будет с вами круг. И этот круг будет нас вести в разные места в дальнейшем. Или, возможно, просто будет перестроен. Я пока не понял. Вроде смотрится нормально. Наверное, этот круг я хотел бы... Блин, кривовато, да, получилось. Ну, ладно, здесь какие-то градусы. Я там не буду париться. Ну, невозможно прям идеально было поставить. У меня какой-то сетки общей нету. Поэтому уж не обессудьте. Мне нужно здесь взять какие-то вот такие вот дороги и попробовать здесь нарисовать кружочек. Кружочек нарисовать здесь. Ну, наверное... Блин, где эта хрень, которая цепляется? Вот она. Ну, вот здесь я по центру. И вот здесь вроде я по центру. Да, давайте смотреть относительно дороги. Потому что хочется, чтобы было более-менее адекватно. Ну, вот, например, вот так. Все, соответственно, здесь делаем просто перекресток вот такого формата. И рисуем тот самый круг. Но только, наверное, рисуем его уже в формате одностороннего шоссе. Потому что здесь нам нужна средняя скорость достаточно высокая. Я думаю, что в дальнейшем этот райончик промышленный будет разрастаться в плане фермерства. И будет приносить нам не только бабло, но и большое количество товара и трафика. Все вроде получилось. Единственное, что это что здесь такое? Светофор, что ли? Вот, кстати, надо этот вопрос сейчас везде проверить. Потому что я думаю, что игра может мне такие приколюхи накидывать. Светофора здесь нет. Так, здесь одностороннее. Все правильно. В ту сторону направляемся. Как здесь у нас дела? Да, вот они, коварные светофоры. Это, конечно же, все надо убрать. Вот это тем более. И вроде... Вроде все. Но единственное, что я забыл, это электричество провести. Потому что у меня сейчас его почти нигде нет. Как лучше-то здесь запитаться-то? Ну, давайте попробуем... Давайте попробуем здесь пойти вот так вдоль дороги. Получается у нас? Можно, да. Вроде дает такую возможность. Но не до конца. Вот здесь иногда голову делает. Ну, ничего. Мы сейчас это дело победим. Можем, в принципе, повернуться, наверное, вот сюда. Провести как раз энергию через вот этот район. Потому что здесь ее тоже сейчас не будет. Ну, и поехать просто дальше уже вдоль вот этой вот дороги. Проводим сразу трубы для всего этого райончика. Я, чтобы потом просто не запариваться, наверное, нарисую здесь побольше. Да и хрен с ним. Отлично. С этим разобрались. Электричество есть. Вода есть. Давайте проверим, что все у нас работает. Снимем игру с паузой. Сейчас машины одуплятся. Встанут на путь истинный, так сказать. И поедут уже по своим делам. Будем наблюдать за пробками. Боюсь, что вот здесь где-то может появиться какой-то косяк. Но посмотрим. Опять же, этот выезд далеко не идеален. И, конечно, в идеале надо будет выводить дополнительные варианты выезда и заезда в город. Наверное, в большей степени выезда, чтобы не создавать здесь лишний трафик. Заезд, с другой стороны, если делать, то там может создаться как раз проблема. А я проблем, как вы понимаете, не хочу. Но здесь, по сути, трафик серьезный. Но, как бы, держимся. Может быть, есть смысл здесь тоже шоссе нарисовать, а не вот такую дорогу. А я шоссе здесь рисовал? Я вот не помню, если честно. Скорее всего, нет. Потому что видно сразу, что скорость снижается. Не такая, как здесь. Поэтому там что-то другое было нарисовано. Наверное, просто шестиполосная... Или скольки полосные? Да, шестиполосная дорога с односторонним движением. Ну, вроде все работает. Вроде все нормально. Поэтому, наверное, сейчас уже будем приступать к строительству фермерского производства полноценного. Как мы помним, там много цепочек. Я просто пока что чекаю, что у меня где, и есть ли какие-то проблемы. Но, вроде, я их не наблюдаю. Что касается вот этого места. Наверное, пока что мы зацепимся вот такой вот дорогой. А что с тобой происходит-то нахрен? Зачем ты так закругляешься? А, это шоссе. Сорян, не такое. Вот такой дорогой мы зацепимся, которая пойдет у нас тупо прямо. Ну, например, пускай будет прямо вот досюда. Не знаю, зачем я делаю именно такую. Ты кто? С травой. Ну, я не знаю. Давайте с травой сделаем. Хотя тут ферма, у нас деревья, но у нас такие дороги в городе. Поэтому я не хочу, чтобы у нас здесь было то же самое. Пускай будет с травой. В городе деревья здесь трава. Все логично, здесь ферма. Как у вас тут дела, ребята? У вас все нормально? Ну, достаточно много машин сюда съезжает. Но я вас скоро переделаю, не переживайте. Я найду на вас управу. Здесь будет у нас все нормально. Единственное, что я пока вообще ума не приложу, как развязки, а грамотность здесь сделать. И что придумать такого хорошего, чтобы это все работало. Но будем думать над этим чуть позже. Пока что голову себе забивать не буду. Потому что, ну, сначала надо это все сносить. Для этого нужно здесь нарастить количество жителей. И по большому счету у нас есть такой вот инструмент. И вот такой инструмент для того, чтобы здесь наращивать не размер города, а плотность в этом городе. Чтобы здесь было больше людей, у нас было больше работников. Дальше мы, наверное, направимся вот сюда. Мне кажется, что отлично. Прямо между деревьев, да, будет вот такой вот проезд. Эти деревья я не хочу сносить. Они хорошо смотрятся. Так вот разделяют прямо зоны. С этой стороны, может быть, я сделаю обычные заводы. Я имею в виду не заводы, а, конечно же, фермерства. С помощью вот этого инструмента, да. Просто вместо заводиков на зонах построятся фермы. Тоже вариант хороший. Ну, посмотрим. Пока что не точно. Может быть, что-то другое придумаю. Ну, наверное, жилой район здесь вообще не напрашивается. Но посмотрите, сколько здесь плодородных земель. Это же охренительно просто. И денег нам это принесет. Давайте приступать. Я не представляю, вообще не приложу ума, как мне это правильно сделать. Поэтому я буду делать следующим образом. Если мы говорим про то, что эта территория разрастется, то нам, наверное, необходимо здесь сделать какую-то развязочку, которая позволит машинкам разъезжаться. Развязочка, само собой, должна быть, наверное, односторонняя. Давайте сделаем здесь кружочек, чтобы, опять же, разгрузить трафик. То есть мы разгрузили трафик здесь, от приезжающих и уезжающих. И мы разгрузили трафик здесь. Таким образом, два раза трафик мы разгрузили. Я думаю, все считать до двух умеют, поэтому тут объяснять нечего. Берем закругляющуюся дорогу. Погоди, а нахрена мне здесь шоссе? Не-не-не, шоссе нам здесь не надо. Мне нужна вот такая вот штука, только односторонняя. Получится у меня здесь так сделать? Да, вроде получается. Все рисуется достаточно легко и просто, да? Правильно же? Похоже на круг? Вроде похоже. Все, развязку центральную для этого района мы сделали. Здесь все должно происходить. Все таинство разделения трафика. Я не знаю, как это нахрен будет выглядеть, но надеюсь, что все будет хорошо. Соответственно, у меня вопрос, куда ехать дальше? Мы можем поехать вот сюда, например. И мы можем поехать вот сюда, например, да? Только единственное, что выбрать вот такую вот штучку. Можно нам как-то, пожалуйста, показать, сколько я выделил? Давайте вот здесь остановимся. Наверное, можно делать по принципу города, да? То есть, потому что трафик, скорее всего, здесь будет нормальный, понимаете? О чем я? И мы можем тогда сразу, разгружая трафик, пускать его по вот этим главным каналам вот сюда и уже выводить. Я пока не буду здесь ничего соединять. Я потом подумаю над этим. Сейчас моя задача главная это все-таки... Блин, а может быть вот так даже можно? Я думаю, что можно вот так. Будет нормально. Они будут разъезжаться во все стороны и таким образом не переться в одну, в один проезд и не мешать друг другу. Хорошо, попробуем, потом посмотрим. Давайте вообще глянем на фермерский район. Перед этим мы с вами нарисуем зону, где он будет находиться. Но это понятно, что он будет находиться именно здесь. Очень много благородной земли. Ну, я не знаю. Может быть, здесь тоже что-то будет. Поэтому я зарисую все сразу вообще вот так вот в чертовой матери. Чтобы у нас была возможность использовать это на постоянной основе. И нам давала игра построить эти домики. Наверное, здесь париться по ровности я не буду. Главное, чтобы вся территория покрывалась. После чего передвигаемся вот сюда, выбираем сельское хозяйство. У нас есть главное сельскохозяйственное здание. Главное здание устанавливает тип промышленности на районе. И, соответственно, здесь мы можем уже строить все остальное. Как это работает? У нас есть добывающие здания, которые производят сырье. Сырье уже едет в какие-то производства и из него что-то делают. Например, ну, здесь, понятно, пример идет сельское хозяйство, да? Нет, ни хрена не сельское. Вот, теперь сельское. Здесь у нас производятся злаковые, всякие разные культуры. Из этого мы можем производить либо муку, либо что-то еще на мельницах. Пока что мельницы, скорее всего, нам недоступны. И из мяса мы можем... А, погоди, мы можем кормить животных с помощью этих злаковых, да? И уже потом везти их на скотобойню, производя какой-то товар особенный. Соответственно, мы в итоге будем получать прибыль. Ну, принцип понятен. Единственный вопрос, как это все размещать, я хрен его знаю. Ну, центральное здание напрашивается вот здесь. Здесь нам разблокировали маленький элеватор, маленькое пастбище для скота, маленькое посевное поле и маленький фруктовый сад. Нам нужно что-то построить, чтобы добиться определенного уровня. Давайте глянем, какого. 500 произведенных ресурсов, 150 работников здесь должно трудиться. Давайте пока на паузе это делать, а то у нас сейчас начнутся какие-нибудь проблемы. Наверное, здесь надо делать дорогу, либо не делать, да? Ну, вариантов, в принципе, два. Я к тому, что здесь надо как-то подумать, как ее правильно сделать, потому что здесь уже есть один перекресток, и нам здесь много перекрестков-то не нужно. По-хорошему. Поэтому мы могли бы поступить как-то вот так, например, да? И отсюда уже повезти еще какую-то дорогу. Ну, я не знаю, я, может быть, гаражу от себя тяну, но поймите правильно, я никогда не строил эти фермерские районы. Я хрен его знает, как это все работает, и к чему это в итоге нас приведет. Значит, у нас есть маленькое посевное поле, наверное, с него бы я стартанул. И вот здесь, либо вот здесь его можно разместить. А здесь оно ровно, да, помещается? Да, и дорога проходит, то есть сюда что-то тоже можно организовать. А здесь два помещаются. Неплохо получается, кстати, но если два помещаются, это не очень хорошо, потому что... Почему? А сколько здесь? Раз, два, три и четыре ровно, да? Я же правильно считаю? Раз, два, здесь мы поступаем четыре, и здесь одной не хватает. Это печально. Короче, ладно, будем строить, потом будем смотреть. Вот что, я вам скажу, не будем тупить, а то хочется что-то сделать, а я тут все сижу, что-то считаю. Давайте построим какое-то количество полей именно злаковых, да, или какие они там. Я сбился со счета, сейчас посчитаем, сколько у нас получилось. Ого, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А это что такое? Теплица, что ли? Да, теплица. А что в теплице выращивается, непонятно. Ладно, давайте пока что мы начнем с кукурузы. Я не думаю, что мы будем прям теплицу сразу бахать, потому что я не знаю, что там производится и как это все работает. Там уже будем по ситуации смотреть. Везде у нас будет гребанная кукуруза, которая будет куда-то отправляться, и возможно, в том числе и на том, чтобы прокормить животных. Замечательно, с этим определились, соответственно, товар, он грузится на склады. После складов, как я понимаю, он отправляется уже на производство первичное, потом с производства первичного на производство вторичное. Но неизвестно, есть ли там в промежуточных пунктах назначения еще склад. Поэтому будем смотреть по ситуации. Нам нужно выделить какое-то место под склады. Склады, я думаю, будут где-то здесь. И нужно их тоже так сделать, потому что туда-то много машин поедешь, чтобы машинки нам здесь все к чертовой матери не забили. Я буду городить от себя тяну, я еще раз повторяюсь. Поэтому уж не обессудьте, здесь мест достаточно, чтобы посадить что-то еще. Все всегда можно подвинуть, все всегда можно переместить. Погнали. Значит, нам нужен склад, в первую очередь, наверное, где ты находишься, дружище. Вот такой вот маленький зерновой элеватор. Сколько в тебя помещается? 300 тысяч. А, ну ты реально маленький, да? То есть вот это я прям борщину. Ну хорошо, так и ладно. Что там, в принципе? Давайте его вот сюда разместим. Один сюда. Да давайте пока что сделаем 3. Ну блин, 300 тысяч, это же дохрена, сколько у вас выращивается-то? Используется фур 5 в неделю, понятно, а не видно объем производства, да? Ну ладненько, хрен-то с ним. Давайте пока так оставлять. Хотим ли мы что-то еще? Давайте попробуем какие-нибудь еще поля засадить. Кто у нас тут есть? У нас тут есть как раз маленькое пастбище для скота. Давайте построим маленькое пастбище для скота. Ну, наверное, вот такое же количество примерно по размеру, как у нас есть вот здесь. И ровно не получается, потому что эти хрени другого размера. Но ничего страшного, я в целом здесь, наверное, запариваться не буду. Хотя можно было построить просто фруктовые сады. Давайте так и сделаем, немножко бабок вернем. Ну это какие-то хай-тек фруктовые сады. Кто у нас здесь? Тоже теплица, апельсины, яблоки. Давайте яблоки, может быть, да? Яблоки такой продукт, мне кажется, который всегда актуален. Но апельсины тоже в целом. Ну, я пока опять же не знаю, что будет происходить. Поэтому мы пока делаем, потом смотрим. У нас еще все не разблокировано, мы поэтому не знаем. Давайте оставлять так. Ну вот как-то такое у нас будет производство. Можно, кстати, чтобы сюда все не толпили, здесь еще склады построить. Но, наверное, я не буду этого делать. Вот такое вот фермерство. Вот это мы займем, но попозже. Я подумаю, как это лучше сделать, чтобы не создавать лишние пробки. Понятно, что здесь надо будет что-то провести, сделать здесь, но не подводить вот отсюда и вот отсюда дорогу, чтобы вот это кольцо не забивалось у нас постоянно какой-нибудь пробкой. Ну все, можно снимать тогда с паузы. Единственное, что воду я провел, а вот электричество я до конца не довел. Это на самом деле проблемка, надо это поправить. Так вот подводится же, я правильно понимаю? Давайте проверим, что все хорошо. Блин, вот здесь вот не подводится. Это печально, кстати. Ну давайте вот так вот я сделаю. Ну-ка, дотянулось или нет? Ну пожалуйста, только скажи, что дотянулось. Ни хрена, говорит, не дотянулось, поэтому сейчас переделаю. Я просто возьму вот эту штуку и скажу, может быть, вот здесь, пожалуйста, и давать энергию. Здесь получается немножко лишнего багнул, но это в целом не такая большая сложность. Можно просто удалить, либо было оставить. Но мне не нравится этот значок мигающий, поэтому я, пожалуй, удалю. Ну и что вы скажете? Злаковые культуры пошли расти. А вы что скажете? Злаковые культуры. Ну это тоже считается как основным ресурсом злаковая культура. То есть вот о чем речь, да? Я правильно же понимаю? Вот смотрите, вот они злаки, и вот они едут. Выпуск у нас пока что нулевой, но это понятно. Работников надо 330 на вот это то, что мы построили. Здесь пока что есть только 104, и потихонечку прибывает, плюс продукция производится, плюс работники увеличиваются. Ну замечательно же, по-моему, замечательно. Я так понял, что мы еще сможем и бараки им построить. Где они находятся, только я не знаю. Вот здесь, скорее всего, да, бараки для работников на втором уровне фермы. Это охренительно ремонтное сельскохозяйственное здание. Наверное, помогает техобслуживанию, и, соответственно, пошустрее все работает. А это кто? Это среднее посевное поле, большое посевное поле. Ну и, короче, каждое это посевное поле есть определенного размера. У нас есть также скотобойня. Что интересно, доильный зал для коровок. Это у нас большой зерновой элеватор, что тоже хорошо. Ты кто? Ты маленький амбар? Ты большой амбар. Ну и заборчик. В общем, ладно, пока что оставляем все как есть. Единственное, что мы склад не запитали, к сожалению. Хотя вроде показано, что запитано. И это очень странно, наверное, сейчас пропадет. Ну и вот такой примерно результат мы здесь имеем. Видите, что здесь творится, да? Поэтому склады надо будет переносить. Это не дело. Это точно не дело. Надо будет подумать, как это осуществить. Я пока что не могу сообразить. Но я обязательно это обдумаю и покажу вам конечный результат. Нам нужно будет куда-то убирать подальше склады, чтобы машинки могли туда проехать. И уехать спокойно, да? Но там всегда будет какая-то пробка. Короче, ладно. Главное, что это заработало. Главное, что у нас потихонечку качается ферма. Возможно, сегодня даже мы добежим до следующего уровня. Нам остается только товаров произвести. И товары потихонечку производятся. Я думаю, что это не будет какой-то сложностью. А мы можем направиться пока что в город и посмотреть, как у нас тут дела. Есть проблемы с мусором, да? Почему? Не понимаю. Этот свалк пока не работает. Это мы поняли, почему. Здесь пока что разгружаемся. И потом будем здесь выстраивать ряд вот этих вот предприятий, которые мусор будут очищать. По большому счету, у нас сейчас есть потребности. Они есть у нас и в коммерции, и в промышленности, и в жилых зонах. Вот мусор меня беспокоит. Я хотел бы немножко увеличить плотность застройки, но я не могу себе этого позволить, если здесь такая проблема. Да? Поэтому надо что-то придумывать. А что придумывать? Ну, можно просто-напросто взять и приделать сюда еще одну вот такую вот штукенцию, которая нам поможет сейчас эту проблемку решить. Я думаю, что мы быстро товара произведем. Что-то здесь образованных работников не хватает, а там кладбище заполнилось, да? Точнее, не заполнилось, а отсюда труп надо забрать. Что у меня здесь-то вообще? Слушайте, ну пока все нормально. Периодически здесь что-то появляется, но все же это не такая большая сложность, как могла бы быть. Я думал, что там будет прям жестко, а вот тут у нас сложность. Ну-ка, что вы скажете по этому поводу, ребята? Какие ваши оправдания? Я вижу, что у вас есть свободное место. То есть вы пока что просто не доехали, и все-таки туда едете, да? Я же правильно поспонил. Вы поехали сюда, ты поехал туда. Да, ну короче, в город они тоже едут. Будем ли мы сейчас увеличивать плотность населения? Давайте, наверное, попробуем. Я очень хочу. Мне хочется выпилить вот этих господинов и сюда заселить прям плотную застройку. Потому что мне это нравится идея. И вообще я хотел бы с коммерцией точно так же поступить вот здесь. Ну или вот здесь. Наверное, все-таки в большей степени вот здесь. А вот тут, может быть, сделать не коммерцию, а деловые зоны. Да, потому что коммерция здесь смотрится лучше. Давайте тогда вот так вот зарисовывать это дело. У нас уже появляются дома высокой плотности. Коммерция высокой плотности. Но и мусор у нас высокой плотности достаточно. Потому что что-то как-то вот дотуда они не доезжают. Надо что-то придумывать. Я вот что забыл сделать. Я светофоры не выпилил, да, судя по всему. Ну да, у меня здесь везде светофоры, которые идут нахрен, конечно же. Иначе это потом превратится просто во что-то ужасающее. А ты тоже уходишь. Ты здесь не появился. Вот здесь убираем. Ну и машинки начинают потихонечку сюда поступать, я вам скажу. Так или иначе, проблемка нарисуется в любой момент. Не знаю. Ну, понятно, что не сейчас, когда я еще просто полей дострою, сразу все станет ясно. Но вот видите, они отсюда едут. Вот интересно, кто едет вот отсюда. Это едет тот транспорт, который забирает на продажу. Вы вообще прибыль приносите? Пока что минус 1700. Очень классно. Надеюсь, что это скоро исправится. Ну да, видите, здесь дичь нарисовалась. Но я пока не буду ничего менять, потому что хотелось бы здание получше разблокировать. И уже, соответственно, тогда двигаться дальше. И сюда я пока ничего не буду строить, потому что надо сначала переделать вот это. Здесь у меня начинается в этом районе хаос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что случилось? Это у меня так энергия закончилась? Нихрена себе история. Я что-то пропустил. Извиняюсь, надо поправить. Надо поправить, просто-напросто построив еще одну, наверное, вот эту электростанцию. Давайте так и сделаем. Слушайте, это же у меня очищает все правильно и все нормально. Вроде нормально. Вроде проблем нету. Электричество, появись. Блин, заберите гребаный мусор в этом районе. Я не понимаю, почему вы туда не можете доехать. Вас вроде стало больше. Тем временем дома здесь построились и коммерция здесь строится. Что это такое у нас? Это компьютерный клуб вот такого размера. Не знаю, зачем он такого размера, но пускай будет. Я думаю, что люди будут им пользоваться. Потребности мы чуть-чуть убрали в жителях, как минимум. И я думаю, что наши автобусы здесь прямо в тему. Потому что они, скорее всего, должны перевозить, уже будут больше людей. Так как высокая плотность подразумевает больше жителей. Я думаю, вы логическую цепочку уловили. Посмотрим, как они себя будут вести. Посмотрим, сколько денег автобусы будут приносить и будут ли вообще справляться. Короче, основная сложность в том, что из-за того, что мы свалку разгружаем, мусоровозы заняты не тем, понимаете, да? Они заняты не тем, и у меня вон мусора везде копится сколько. Мне это не нравится. Сейчас посмотрим, будет ли справляться в городе. Ну, видите, исчезают. Лопаются значки. И все-таки вроде справляются. Но мне прям не очень хорошо. Мне не очень нравится. Здесь прям бастуют. Слушайте, я знаю, как решить ваши проблемы. Смотрите, вот так вот она решается, и все у вас становится отлично. Чего, нет образованных работников? Выпиливаетесь отсюда нахрен. У тебя мусор? Блин, повезло тебе, забрала машина. А так бы ты тоже отъехал. У тебя проблема. У нас нет никаких проблем в городе. У нас все замечательно. Это я вам говорю. Не пора ли нам перейти на новый уровень? Я вижу, что мы почти это сделали. Если бы я построил побольше полей, конечно же, было бы побыстрее. Но надо склад вообще срочно разруливать, потому что, ну, это не дело. В следующей части я планирую начать переделывать вот этот район. В принципе, кладбище, наверное, освободится уже даже и сегодня. Но это не точно. Надо его будет убирать. Парк остается, само собой. Хотя парк можно тоже выпилить и не париться. И хрен ты с ним, что он такого уровня уже. Ну, какого такого второго? Ничего страшного не произойдет. Значит, у нас появился загон. У нас появились бараки для работников сельского хозяйства. Пекарня, мельница и маленький амбар. Звучит это все очень вкусно. Давайте почитаем, что это вообще такое, с чем это едят. Значит, мельница является перерабатывающим предприятием, которому требуются злаковые культуры для производства специального товара. Муки. На мельницах злаковая культура перемалывается в муку, которая затем пускается для транспортировки. Перерабатывающие предприятия должны размещаться в пределах промышленного района, что логично. В загоне у нас живут звери, которых кормят злаками. Странно. То есть, есть такой закрытый загон, а есть открытый, да, просто-напросто. Это кто у нас? Это маленький элеватор, большой, не разблокировался. Есть еще маленькие амбары. Сюда что свозят? Сюда свозят злаковые, да, сырьевых материалов сетского хозяйства, злаковых культур. Хорошо, здесь мы поняли. Дайте нам посмотреть еще тогда, наверное, на амбар для рабочих. Вот так он выглядит. И нам нужно его куда-то разместить. Я, если честно, не очень понимаю, сколько нам этого надо. Но я бы построил сразу побольше. Слушайте, а денег-то, я вам скажу, не так уж и много осталось. Посмотрите на это. 63 тысячи, оказалось бы, была такая сумма. Наверное, я оставшееся бабло сейчас буду вкладывать в склады. Потому что, ну, это не дело. Так, как у нас тут получается? Раз, два, три, четыре, да? То есть, вот это можно отделить. Там четыре остается. И здесь можно будет построить, соответственно, еще поля. Здесь та же самая история, да, получается. Правильно же я считаю? Четыре, да? Блин, ну-ка, погоди, а что-то не получается. Там восемь надо. Какие нахрен четыре? Что-то я неправильно посчитал. Восемь же, да? Да вроде восемь. Окейушки, тогда делаем вот здесь, да? Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, на одну клеточку съезжаем и получаем здесь дорогу. Здесь то же самое проворачиваем плюс-минус. Но мне надо опять посчитать. Мне так это лень делать, но мне придется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сюда мы приделываем дорогу. Замечательно разобрались. Что я теперь хочу сделать? Я хочу взять и сделать здесь одностороннюю дорогу. Наверное, вот такую, да? Париться ли здесь о количестве места или не париться? Ну, вообще, я могу не париться. Наверное, здесь в большем приоритете все-таки вот такая вот история. И здесь мы тогда возьмем еще вот такую дорогу теперь. Здесь будет много дорог. И сделать попробуем некий выезд. Вот так. Вот так. Который поведет нас куда-то там. Я даже не представляю, куда. Да, наверное, с этой дорогой я, если честно, переборщил. Но это просто адок. Видите, здесь даже с таким количеством машинок уже начинается непонятная история. Так, на паузе. Я хочу... А я не могу его просто перенести? Блин, все время не ту кнопку нажимаю. Или могу? Могу. Отлично. Его даже освобождать не надо. И он сюда, кстати, строится. Он сюда строится. Давайте вот так. Давайте вот так. Так, блин, я единственное, что переживаю. А не получится ли у меня так, что я не успею открыть эту зону? У меня сюда большие склады не влезут. Давайте тогда поменяем. Ну, надеюсь, что вот так прокатит. Я не знаю, насколько это будет работать. Но я очень на это надеюсь. То есть тут нельзя делать ничего. Делаем вот так. Если что, сможем в дальнейшем продлить. Куда уезжать-то пока что? Пока что совершенно пофигу. Я думаю, что можно даже самую дешевую дорогу взять. Потому что бабла мы потратили с вами очень много сегодня. Но мы так и планировали. И сделаем просто вот главное, чтобы уехали. Соответственно, все вот эти склады нам нужно разместить где-то вот здесь желательно. Интересно, по какому принципу они на эти склады едут. Потому что я не очень понимаю. Давайте пока что будем размещать через какое-то расстояние. Я сейчас еще парочку построю. Но все-таки с ума сходить не буду. Сколько стоишь? 6 тысяч. Ну, нормально. Уже теперь для нас это достаточно серьезные деньги. Давайте сделаем один вот здесь. А вот этот мы просто-напросто перенесем. Блин, если я это и возьму, он может криво встать. Поэтому я возьму вот так. Потрачу на это дополнительное бабло. Посмотрим, как они себя будут вести теперь. Потому что здесь они не будут толпиться. И может быть все будет хорошо. Электричество я подвел. Да, у нас тут походу появился светофор. На котором они стоят. А это надо, конечно же, выпиливать все отсюда нахрен. Вот это все убираем. Тут тоже убираем. Смотрим еще светофоры. Больше не наблюдаются. И проверяем, что здесь происходит. Вот они заехали сюда. И вот они что-то будут сейчас, наверное, выгружать. Да, я правильно вас понял? Или вы что делаете? Блин, почему мы поехали все в этот склад? Вот этот вас, то есть, не устраивает, да? Ну, хорошо. Здесь будет создаваться пробка из машин, которые привозят продукцию. Но ее не будет создаваться вот здесь. И, соответственно, машинки смогут спокойно двигаться дальше. Мне кажется, что я хочу еще коммерции высокой плотности. Вот сюда. Здесь я построю деловые зоны, возможно. И надо еще что-то переделать. Ну, хочу я. А что нет-то? Давайте вот сюда высокую плотность тоже приделаем. Пускай перестраиваются потихонечку. Да, потеряем жителей, но это явление временное. И потом все будет снова хорошо. Свалка очень долго освобождается. 31% еще остается. Мы сегодня целую серию ее освобождаем. Кладбище, кстати, выпилилось. И я, наверное, не буду его удалять. Я его просто перенесу куда-нибудь. Потому что мне кажется, что в скором времени здесь могут с этим начаться проблемы. Блин, куда тебя только дети? Я не очень представляю. Может быть, вот здесь у нас будет место для кладбища? Все, два кладбища здесь. Оно больше не освобождается. Оно теперь просто работает. Да, у этих людей кладбища не будут. Но я надеюсь, что катафалки доедут туда и просто решат проблемы. А вот мусоровозы доезжать пока что не очень-то и хотят. У меня и здесь есть мусорная сложность. Я не знаю, увеличивать ли еще бюджет на мусор. Наверное, стоит попробовать это сделать. Давайте посмотрим. У меня бюджет сейчас... А, я не увеличивал его. Почему-то мне казалось, что я его увеличивал. Давайте 125 поставим. Посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Давайте посмотрим, как у нас здесь дела. Вот как раз появились машинки. Сейчас можно оценить ситуацию с количеством машин, которые едут на склады. Блин, мусор отсюда заберем? Или как дела у нас? Вот ты кто? Ты машинка для мусора? О, едет. Все нормально. Заберем, но не очень быстро. Замечательно. Вроде пока все разруливается. Я думаю, что в эту сторону тоже поедем с фермерством. Будет классно. Обязательно это осуществим чуть попозже. Пока что бабла потратили. Надо еще немножко подкопить, чтобы, если что, проблемы какие-то быстро решать. Но вот мусор, это вообще что-то. Я не понимаю, что происходит. Но надеюсь, что все-таки мы разберемся. 29% здесь добавлять еще одну такую штукенцию. Но они, видите, на пределе работают. Количество грузовиков мы, конечно, увеличили. До 18 из 15 в каждом этом домике. Но все-таки, все-таки этого пока не хватает. Я вот что хотел посмотреть. Если я все-таки буду парк переделывать, да? Вот это кто такое? Это отводная труба. Есть что-нибудь другое? Ты кто? Экологический водосброс. Хорошо, но мне немножечко не то надо. Вот, водосброс свежей воды. Сливки, излишки, которые производит город. Его можно расположить на суше. Это позволяет создавать пруды и озера. И обезопасить город от затопления. Если город производит меньше воды или столько же воды, сколько требуется водопрос, свежей воды не требует перекачивать воду. Ни хрена не понял. Но, в общем, у меня вопрос единственный. Будет ли он постоянно поддерживать уровень воды в том месте, где мне надо? Или нет? И, наверное, это мы будем тестировать уже потом. Здесь с мусором разобрались. Пока что едем плохо вот сюда. Нам главное сейчас вот это разгрузить. Вот это надо скоро будет начать разгружать, на самом деле. Я пока боюсь что-то включать. Но, видите, мусор просто нас заполонил. Это меня немного расстраивает. Хотя бы здесь мусорку собрали в машинку и увезли на помойку. Тут пробочка все-таки собирается. Вот этот склад был ошибкой. Нужно будет в дальнейшем просто это продлить и просто перенести. А как вы смотрите на то, чтобы сделать деловую зону? Университет, чтобы в городе появились работники с нужной квалификацией. Слушайте, а, кстати, хороший вопрос. В чем я вообще с образованием? Давайте-ка посмотрим. Средняя, точнее, начальная школа чувствует себя отлично. А средняя школа чувствует себя не очень отлично, да? Получается же так. Ну-ка, скажи-ка мне. 860. А у меня две, что ли, средние, да? Ну, правильно, одна здесь же. Это логично. Мне надо еще одну среднюю школу. Здесь будет обязательно. Понятно, что здесь все без образования. Плохо, что домики нельзя просто улучшить. А не сносить предыдущие. Это было бы намного интереснее. Да, и вот этот ругается, что образованных работников не хватает. Но подожди, сейчас вот эти вот обучатся, и они к тебе придут. Давайте, наверное, этот вопрос сразу же закроем. Потому что, ну, а чего тянуть-то? Я просто возьму вот так. Здесь проведу вот так, да? Получается, прямо вот досюда, возможно. Ну, а здесь мы возьмем дешевую дорогу. Блин, реально, бабки закончились почти. Ну, как, ладно, сотка у нас есть. А это очень много, по большому счету. Просто при строительстве дорог уходит очень много средств. И вот эту историю мы тоже продлим. Прям вот досюда, наверное, да? Вот так вот можно сделать. И растягивать этих господинов прям до талого, чтобы они нам здесь пробок-то не создавали. Кстати, вот это я ошибку допустил. Мне кажется, может косяк какой-то возникнуть. Ну-ка, дайте посмотрю. Перемещу вот так. Да, видите, здесь района нет. Как раз хорошо, что я посмотрел. Ну, и вас как-то вот так я раскидаю. Вы можете, наверное, вот так быть. И здесь не хватает воды, судя по всему, что в целом справедливо. Сейчас мы водички вам подведем. Стоит ли нам наращивать производство? Давайте глянем. Произведной 484. В целом можно еще что-то нарастить, наверное, да? И можно нарастить вот здесь. Что у нас еще там такого интересненького? Блин, вот сюда хочется. А давайте вот сюда сделаем. Поставим на паузу и еще чуть-чуть нарисуем полей. Пускай у нас будет много. Пускай у нас будет много производства здесь. Хотя, может быть, мельницу лучше какую-нибудь организовать. Мельница выглядит вот так. Со склада на нее поедут или нет, я вообще не представляю. И сюда она, конечно же, не помещается. Если я буду делать рядом со складом мельницу, будет ли это работать? Мне, кстати, надо здесь немножко продлить, наверное, район. Потому что иначе мы не достанем. Вот так это будет выглядеть отлично. Как раз в этой части нет уже плодородности. Можно подумать по поводу мельницы. Блин, я не уверен, что я хочу прямо сейчас вот так рискнуть, поставить. Но что-то делать с этим надо. Иначе мы не узнаем, как это все работает. Давайте пока одну вот сюда бахнем. Сколько она стоила-то? 15 тысяч. Ни хрена себе я хочу вам сказать. Короче, одну пока строим. Смотрим, как это работает. И что-то он ругается. Недостаточно сырья. Ну, я думаю, что сырье сейчас должно подъехать. Потому что на складах оно присутствует. И да, действительно, машинки поехали. Блин, электричество не дотягивается. Так, не хотелось здесь проводов этих тянуть много. Но придется, судя по всему. Потому что вариантов нет. То это временное решение. Потом появятся домики. Все остальное тоже появится. Ну, давайте, привезите нам сырья. Мы будем производить муку. И будем, наверное, это продавать. Мы вообще в плюс когда выйдем? Минус 1600. Я вот что-то делаю. Делаю. Но мука у нас уже поехала. Надо животные продукты, наверное, тоже производить. Так, как у нас это выглядит? Давайте попробуем напоследок еще что-нибудь приделать. Такая вот скотобойня. Она, кстати, сюда помещается. Но хотим ли мы видеть ее здесь? Я пока не очень понимаю. Здесь, наверное, точно нет. Потому что там у нас будет еще немножечко фруктовых садов. Давайте я здесь поставлю... Блин, давайте три штучки поставим. Три попробуем. Потом посмотрим, что будет происходить. Надо теперь как-то подводить, опять же, электричество. Наверное, вот таким вот образом. Скорее всего, со складов сейчас повезут сюда на скотобойне еще немного ресурса. Который требуется для того, чтобы производилось мясо. Мы пока не видим ничего из денег. Я не очень понимаю, почему. Наверное, надо еще сколько-то подождать. Короче, смотрите, какая фигня. Здесь работает 4 из 18. При этом у меня дохренища мусора. Какого хрена это происходит? Почему они за ним не едут? Кто-то мне может объяснить здраво, как это работает? Потому что везде такая фигня. Половина грузовиков заняты. С учетом, что я бюджет увеличил, этих грузовиков должно быть больше. Но может быть проблема в том, что они на свалку катаются. Хотя с этой свалки, наоборот, должны везти туда. Да, я же так понимаю, это работает. Или это не точно? Ты вот кто, например? А, ты за сырьем приехал. Здесь у меня дичь какая-то творится с дорогами, с пробками. Может быть, вот здесь попробовать немножечко продлить. Попробовать разгрузить. Вот так, например. Ну и здесь, само собой, сделать просто вот такую вот дорогу. Пускай будет. Может быть, им будет проще выезжать. Но это не точно. Будем опять же контролировать, смотреть. Какое-то количество лесовозов поехало. Создает пробочку небольшую на выезде из города. Пока что париться я не буду. Но походу проблему с мусором мы будем решать с вами в следующей серии. Ибо сегодня мы ее не решим. Наша ферма, фруктовый сад, выходит на новый уровень. Появляется лимонадный завод, доильный зал, среднее посевное поле, средний фруктовый сад. В общем, вариантов для развития фермы у нас огромное количество. Я так понимаю, что это, наверное, не все здания, да, мы разблокировали. Да, будут еще. И нам они, конечно же, будут нужны. Мы хотим это все попробовать. Хотим с этого денег заработать. Ну, а я, наверное, на этом буду прощаться на фоне мусора. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.